Кто я такой? Вы знаете? Лиционер. Лиционер, а точнее. Я работник ГАИ. Что такое ГАИ, знаете? Госавтоинспекция, да? Дети живо реагировали на учителя в форме, активно принимали участие в беседе, с удовольствием отвечали на вопросы. Как правильно вести себя на улице, где лучше играть с мячом и где можно переходить дорогу? Выяснилось, основные правила маленьким пешеходам известны. Да, мне понравилась беседа, потому что я много узнала о правиле дорожного движения, как надо переходить, ну и вообще где можно ходить и кататься на велосипеде. Я узнала, какие могут быть последствия после того, как если ты не будешь соблюдать правила дорожного движения. Ну, очень редко перехожу дорогу не по правилам движения, а так в основном перехожу на светофоре, на зебре. Но зная правила в теории, на практике дети часто не пользуются ими. Подтверждает эта статистика, только в Макеевке с начала года произошло больше 10 аварий с участием детей. Работники ГАИ вовсе не намерены отбирать хлеб у педагогов. Просто говорят, что работая вместе, эффект будет лучше. Значит, будут проведены беседы, будут проводиться беседы в школах, будет проводиться работа с родителями, с водителями, со всеми взрослыми. Значит, с начала года в городе Макеевке произошло 11 дорожных транспортных происшествий, в которых 11 человек детей получили травмы разной степени тяжести. Причем, два ДТП произошло по вине именно детей. Вот очень хорошо, что рассказывал сегодня и о правилах дорожного движения, провел беседу именно человек, который непосредственно этим занят. Поэтому, то есть, ребята еще раз убедились, насколько это важно, соблюдать правила дорожного движения. И педагоги, и инспекторы настаивают на том, что начинать учить детей правилам поведения на улице нужно не с 5-6 лет, как многие считают, а уже начиная с 1,5 лет. Лучше это делать в ненавязчивой форме во время прогулок и своим поведением подавать малышу пример. Но чаще всего виновниками ДТП становятся все-таки взрослые. Казалось бы, простые истины на зеленый свет иди, а на красный стой не выполняют многие. Поэтому сейчас гаишники думают, как бы напомнить взрослым о правилах дорожного движения. Ольга Шилкина, Евгений Красюков, Панорама.